Продолжение следует... 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 А астрология это, как Сергей говорил, да, это нечто бесовское, нечто предсказания какие-то, нечто подсчеты по Луне, по всем вопросам, нумеристика и так далее. И вот отвечаю царю, нет на земле человека, который бы мог сделать то, что ты просишь. Ни один царь никогда не требовал от мудрецов, чародеев или халдеев сделать что-либо подобное. Ни один самый великий и могущественный царь не просил мудрецов об этом. Царь требует то, что невозможно сделать. Только одни боги могли бы рассказать царю его сон и объяснить его значение, но боги не живут посреди людей. И здесь очень интересная тема, потому что касается всех нас. Действительности. Другими словами, советники царя говорят, ты просишь от нас невозможное. Главное понять то, что царь задумал одну простую вещь. Все могут, или там большинство людей могут толковать то, что ты расскажешь. Когда ты обращаешься к людям и говоришь, вот эта ситуация произошла, мне надо понять, куда идти, что будет завтра. А он говорит, подождите, друзья, большинство из вас могут себе истолковать то, что я вам скажу. Я, может быть, и сам бы истолковал бы. Но, во-первых, мне нужен то, что мне снилось. Тогда вы настоящие предсказатели будущего. И потом еще мало того, что вы сказали, что мне снилось. Мне нужно еще, чтобы вы мне еще растолковали то, что мне снилось. Вы должны понять, что царь был готов убить всех предсказателей снов, чародеев, волхвов. Ведь растолковать сон – это одна часть. А вот его сказать, что именно снилось – это другая. Не знаю, бывало ли у вас такое или нет, когда вы в протяжении нескольких ночей или через неделю или через месяц у вас какой-то сон, он такой тревожный-тревожный. Что-то страшное-страшное вам снится, а вы не просыпаетесь и не понимаете, что приснилось. Но что-то плохое, да? Кто переживал такие вещи? Вот знаете, такое. Когда я готовился к проповеди, я тоже, у меня иногда во сне приходит много проповедей. Он говорит так, у меня в голове создано. Идиот, идиот. И вот, когда спишь и думаешь, надо записать тему проповеди. Даже этой ночью у меня такое было. Надо написать тему проповеди. Уже это одна версия, вторая, третья. Уже целый план, конспект выросовался, просыпаюсь и так. А что это было? И не знаю, ни конспекта, ни названия. А понимаешь, что было? Вот знаете, момент такой очень интересный, потому что я говорю сегодня к нам по причине, что мы с вами живем очень в неадекватное время, непрогнозированное время. Ситуация меняется настолько быстро, что мы не успеваем сориентироваться с тем, что происходит вокруг нас. Особенно в информационной системе. То, что происходит мгновенно, мы не успеваем среагировать. И чаще всего мы хотим знать, что будет завтра. Мы хотим знать, что будет завтра. Я сейчас обращаюсь к вам, тем, кто хотят знать, что будет завтра. Послушайте меня. И вы поймете, о чем я говорю. Кто себя ловил на такой простой мысли? Может быть, это смотрит нас в прямом эфире. Вы тоже себе отвечаете эту мысль. Мы живем в такой сфере информации, когда у нас есть радио, интернет, когда у нас есть, раньше это было газеты, много газет, много информации. А потом начинается еще одна информация, которой чаще всего люди сталкиваются. Это гороскопы, предсказания, гадания. И чаще всего мы, как верующие люди, от этого не отделены. Мы живем в этом мире. Помните, я говорю, можно ли прыгать в субботу с парашюта? Можно. Другими словами, мы с вами, мы прыгаем. Мы ищем, мы видим то, что происходит вокруг нас. Вопрос. Можно? Он говорит, можно прыгать. То есть, мы с вами, нам попадается на глаза и наши уши то, что ищет этот мир. Некое предсказание о будущем. Что можно сделать? Как запрограммировать свою жизнь, чтобы быть успешным? И вот момент, говорит, нельзя открывать парашют. Можно прыгнуть, открывать его нельзя. Таким словами, это последствия его будут другими. То, что говорил Сергей, что некое предсказание будущего чаще всего у людей есть. Они желают знать, что будет завтра. Но на самом деле, это невозможно. Если не будет свыше. Перед тем, как я перейду дальше по теме Даниила, по книге Даниила, потому что буду отвечать, что вообще делать надо с этим. Я хочу вспомнить нашего любимого, популярного всеми апостола Павла. Но, тоже одна история, не только Ветхий Завет мы смотрим, потому что чаще всего в мессианскую общину, вот эти одни реплики, они не говорят в Новом Завете вообще ничего. Они не хотят использовать Прихаташа или там Евангелие, там еще послание Павла и так далее. Они все сконцентрированы на Ветхий Завет. Десятины, даяния, праздники и так далее. Друзья, мы сегодня пройдем некоторые вопросы о пророческом даровании. И что с этим делать. 21 глава. Почти конец книги. Да? Я читаю. Придя к нам, он взял пояс Павла, связал себе ноги, руки и сказал. Святой Дух сказал так, вот так свяжут и вирусалимские евреи того, чей этот пояс, и отдадут его в руки иноплеменников. Я представляю эту картину. Если у нас сегодня, мы приходим домой, мы красиво ставим, как бы на вешалку или вешаем на вешалку наше пальто, наш шуртук и так далее. Когда приходим в гости, правда? На собрание и так далее, когда на домашнюю группу приходят. А представляете, там, когда приходили, снимали пояс. Да? Или нет? Вопрос, зачем? Чтобы удобно было. Кушать, наверное, да? А то поджали все и как бы так не расходится. Я не знаю причины, но сама суть. Заходит пророк. Каким образом он высчитывал, чей висит поясок? Чей висит, как бы сказать, пояс. Зеленый, красный, синий. Нет, еще вот, подождите. Раз, два. Должно что-то быть, какое-то сверхъестественное. Знаете, вот интересно было. На вешалке висело, лежало оно. Приходит и берет и связывает себя. Картина маслом, да? К вам приходит на домашнюю группу человек. Взял чье-то пальто, связывает себе руки, ноги. Вы думаете, пришли. Что-то такое. Но суть здесь не в том, чтобы было всказано пророчество. Услышав это, мы и люди, то есть, кто был в сопровождении Павла, бывшие там, стали умолять Павла, не ходи в Иерусалим, не надо. Тогда Павел отвечал, что вы делаете? Зачем плачете и разбиваете мне сердце? Ему было тоже неприятно. Ему очень такая часть, очень, ну как бы, впечатляющая была. Или они почти ему помешали сделать то, что он делал. Дальше он говорит, я готов не только к тому, что меня свяжут, но и к тому, чтобы умереть в Иерусалиме во имя Господа Ишуа. Вопрос. Разве сказал пророк, который говорил, что его свяжут, о том, что он умрет? Друзья, нет. Но Павел добавляет к пророчеству некоторое свое понимание и чувство, что я не только готов быть связан, я готов и умереть. Умереть. И дальше он говорит, и так как его невозможно было убедить, мы перестали и сказали, да будет воля Господня. Понятно, что Павел был очень упертый. Его умоляли, а потом поняли, что лучше этого не делать. Хай, что будет, то будет. Передали в руки Господним. Всем известна эта история. И с первого взгляда данное порочество, которое сказано в будущем Павла, оно как будто намекает на то, что его ожидает. Но Павел добавляет в это порочество свою интерпретацию, свое понимание будущего. Другими словами, Павел добавляет к сказанному то, к чему он готов. Знаете, к чему он был готов? Он был готов благовествовать в Риме. Он хотел благовествовать в Риме. И этот важный момент, все понимают, что Павел представлял очень сильную, благовествующую такую машину. Он благовествовал на всех местах, где-то возможно, и греки, и халдеи, если это нужно было среди иудеев, он благовествовал. Павел путешествовал в Рим, во-первых, уже не так, как он мечтал. Друзья, вы понимали, он мечтал благовествовать в Риме, но его посылают в Рим не так, как он мечтал. Его посылают среди нарушителей закона, среди преступников. Среди преступников Павел едет, путешествует в Рим. Мы зачастую представляем истолкованное нами порочество не так, как нам это хочется. И оно приходит в естественную нашу жизнь не так, как мы хотим. Мы всегда мечтаем о пороческом будущем, которое нам говорят, с какой-то стороны позитива. Постоянно у нас как-то хорошее чувство о будущем. Мы себе, мы слышим и себе сразу ставим, как оно должно исполниться. Чаще всего, друзья, мы хотим его сделать позитивным для себя. Ничего плохого нет. Вот, просто я хочу, чтобы вы услышали, ничего плохого нет. Я только за пороческое действие, я только за то, что люди были вдохновлены и действовали. Но я же хочу вам сказать, Бог иногда дает нам видение нашего будущего, но путь к нему не такой, как мы его представляем. Чтобы вы понимали, Бог дает нам будущее. Он дает нам понимание о том, что должно быть. Но путь к этому, к этой мечте, как у Павла, не слагалось, как он его хотел, как он его представлял. Можете сделать одну хорошую запись себе. Если у вас в Библии есть себе какую-то такую крылатую фразу, гребе, да, вот такую. Желания наши, они бесплатны. Мечты наши, они бесплатны. О том, что мы хотим получить, они бесплатны. Но за все нужно платить, когда мы начинаем просить. Вы слышите, нет? Мечты, они бесплатны, можете мечтать. Но когда мы начинаем молиться в эту сторону, об осуществлении мечты, за эту мечту придется платить, но не так, как мы этого хотим. С 21 по 28 главу именно описывается путешествие Павла. Он не представлял, что оно так будет. Он не знал, что будет завтра. Он двигался с Божьим повелением. Интересно, что в 27 главе Лука, путешествуя с Павлом, наверное, может, как его доктор или как соработник, я не знаю. Но Лука описывает то, что в это время был пост, да, после поста. Чаще всего евреи постились на Йом-Кипур и до сегодняшнего дня постятся до Йом-Кипура. То есть Йом-Кипур закончился, день искупления. И тогда, в это время, они были возле Крита. Павел, видя ситуацию, плохая погода, видя какие-то ситуации, говорит, кормчему или же даже, будем говорить так, начальнику, тюремному начальнику, сопровождающему, да, нужно переждать на Крите. Не нужно ехать. Но кормчий и хозяин судна убеждали о том, что он ничего страшного, может доплыть, потому что ветер пошел южный и так далее, можно спокойно двигаться. Человек, который военный, он не обращал, и как и сегодня, не обращает на слова проповедника, учителя. Мы, как люди, мы иногда не обращаем на это внимания. Мы обращаем на профессионалов, тех, кто все знает, тех, кто может чувствовать. Но Павел, да услышите меня, Павел не имеет другого выбора. Он путешествует с остальными преступниками туда, куда нужно. Знал ли Павел, что так будет? Нет. Он не знал, что будет завтра. Потому что дальше проходит время, и Павел получает откровение. Сильно, он начинает говорить, когда началось, там, три дня они там по морю, и хорошо поболтало там, да? Говорит, и так долго не ели. Но Павел, став посреди них, сказал, мужик, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сие затруднительные времена. То есть затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Хорошо, да? Вот этот хозяин слушает. Ну да, спасибо, он денег стоит. И дальше он следующее. Помните, мы говорили о пророческом слове, да? Что тебя передадут язычникам, то вернее, иноплеменникам. Знал ли он, что будет путешествовать в Рим? Нет. Какие еще слова до этого были? Мы не знаем. Но он говорит следующее. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь. Сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Я о чем? Я о том, что мы должны видеть будущее. Мы должны искать Божьей воли. Мы должны слышать, что Бог говорит о нас, как о личностях, и к этому стремиться. Но никогда не обижаться на путь, который мы проходим. Услышьте этот момент, потому что чаще всего, особенно сегодня, люди хотят услышать от пророков, либо от предсказателей, либо от гороскопов, что меня ждет завтра. Я честно скажу, иногда я путешествую в машине своей, и работает радио. И, как всегда, бывает музыка, а потом реклама. Рекламная пауза. А теперь, что сегодня ожидает Козерогов? Сегодня такое-то число, что нужно ожидать от Козерогов? Я вам честно скажу, искушение послушать. У кого есть такое понимание? Послушать. Что обо мне? Ага, я родился тогда, а что обо мне говорят? И что я буду, именно в этот день, что я буду иметь? Что ты будешь иметь? Головную боль. Потому что открывать парашют не надо. Ты можешь прыгнуть, услышать, но открывать его не нужно. Не нужно для себя смотреть будущее и строить это на основании какого-то убеждения, что будет завтра. Что я хочу видеть будущее. Что я хочу видеть будущее. Что с тобой произойдет? Никто, кроме Бога, не может знать будущее. Услышьте меня, пожалуйста. Я буду подтверждать это местами Писания. Никто, кроме Бога, не может видеть будущее и знать будущее. Более того, Рав Шаул, который служил Богу, пишет такие слова. Сейчас, теперь же, когда я стал мужем, когда был ребенком в Боге, я еще как бы, ну, Бога, ребенка во Христе, да, в Мессии был ребенком. Я немного себя понимал. Я уже видел откровения. Было в многих вещах, понимая. А вот теперь, когда же я стал мужем, то оставил детство. Сейчас мы видим все, как бы, через, сквозь тусклое стекло. Как бы, когда же увижу все лицом к лицу. Другими словами, я нечто вижу, как через тусклое лицо, стекло, извините. Я отчасти знаю, отчасти пророчество. Вещи, которые мы не можем, как люди, видеть в будущее. И я хочу вам сказать, дорогие друзья, можно ли предсказать будущее? По-человечески нельзя. Экклезиастам 8 глава, 6-7 стих. Люди не знают, что с ними случится в будущем. Ибо никто не может этого сказать им. Если вы смотрите в гороскоп, если обращаетесь к каким-то людям, которые странные довольно, сами по себе, потому что ни характера, ни совести, которые потом еще у вас выпрашивают деньги за это, помогите, особенно если цыганам, которые вы верите больше всего. Они бы же вам сказали что-то похожее, вам кажется, все. Они предсказали, а в церкви этого нету. Нету ни порочества, что я буду делать с этим. Друзья, есть цели. И у Павла была цель, к которой он и шел. И он и шел в это спокойно, и обращался всегда в этом с Богом, к Богу. Десятая глава, Экклезиаста, 14 стих. Глупый всегда говорит о будущем. Глупый всегда говорит о будущем. Но никто не может сказать ему, что будет после него. Но с другими словами, я тебе скажу, что будет после того, как это случится. Ну вот, это случится. А что будет потом, кто ему может сказать? Знаете, этот момент очень важный. Не нужно думать, что люди могут вам сказать о будущем. Только один Бог знает. Не спрашивайте, не сопоставляйте свою жизнь с гороскопами, предсказаниями. Послушайте, я обращаюсь сейчас к тем людям, даже можете его верующим, 10 лет. И в вашей жизни какие-то вещи происходят, и вдруг вы что-то услышали где-то по радио, по телевизору, прочитали, и вам кажется, точно попали в точку. Послушайте, что говорит Писание. «Лжепророки говорят неправду, но Господь выявляет их обман. Господь обнаруживает глупость, заменяющихся колдовством, даже мудрых смущает Господь. Они думают, что много знают, но Господь выявляет их глупость. Господь исполняет предсказания слуг». Послушайте, какие вы исполняет. Не просто есть пророческое слово о том, что должно, или что будет. У Бога всегда есть не только что будет, но что, каким результатом оно должно привести. А привести к результатам таких. Смотрите, это Исайя 44 глава, и 25 по 28 стих я читаю. Он подтверждает слова своих вестников и говорит Иерусалиму, «Ты возвратишься, и городам иудинам вы будете вновь восстановлены». Говорит руинам, «Я восстановлю вас». Господь Иерусалиму говорит, «Я тебе вновь буду жить». В тебе вновь будут жить люди. Господь говорит городам иудеи, «Вы будете вновь отстроены». Господь говорит разрушенным городам, «Вновь сделаю вас городами». Всегда есть надежда, всегда есть то, для чего жить нужно, для чего услышать это слово. Знаете, вот поднимает твою надежду, что Бог на твоей стороне, Он восстановит. Если ты с Ним, Он всегда будет с тобой и поможет тебе восстановиться. Левитам 19, 31. Не ходите за советом к волшебникам или к тем, кто вызывает души мертвых. Не ходите к ним, ибо они только сделают вас нечистыми. Я Господь, Бог ваш. Я Господь ваш. Я хочу вас как бы наставить в этом. Как пасы, как служитель наставлять. И если сегодня как бы дважды об этом сказано, нам нужно будет думать об этом. В своем обращении к народу Бог знал склонность Израиля к египетским привычкам. Он знал. Поэтому в Египте было нормальным, когда мы знаем, колдовство, там еще были всякие ведьмы или колдуны всего, которые противостояли Моисею. Некая практика существовала, предсказание будущего. Поэтому Бог обращается к народу своему, чтобы показать, что будущее у того, кто его сотворил. Будущее, только у Бога. Левитам 26 стих. Я буду против всякого, кто ходит за советом к людям, вызывающих духов мертвых, к волшебникам. Такой человек не верен мне, и я отделю его от своего народа. Мы иногда думаем, почему мы так, например, нам неинтересна стала община, церковь, или там верующие люди. Потому что Бог говорит, потому что я отделяю их от вас. Вы чересчур много хотите знать будущее, что будет завтра. А я хочу, чтобы вы знали, что я приготовил вам в вечности. К этой вечности двигаться. В Тарзаконе, 18 глава, ты можешь думать, откуда мне знать, от Господа ли это, что говорит пророк. Как мне знать, от Бога говорит пророк или нет? Если пророк скажет, что говорит от имени Господа, но сказание им не исполнилось, то знай, что Господь не говорил этого. Знай, что пророк говорил от себя самого, не бойся его. Вы слышите, нет? Не бойся его. Если не исполнилось, не бойся. Потому что истинный Божий пророк, он говорит 100% истину. Оно должно исполниться. Оно должно исполниться. Некоторые говорят, ну, погрешности на 10% можно? Нельзя. Мало того, что нельзя погрешности, жизнь пророка должна соответствовать Писанию. Его характер, его жизнь должна подражать и подтверждение. Его слов, которые он говорит, должно находиться в Священном Писании. Только в Библии. Только там. Больше всего того, что еще сказано там. Завяжи веревочку, ниточку красную на пальчике, это самое, мокни его чернила, напиши там еще какое-то слово, это все исполнится. Забудьте. Забудьте. Вы должны следовать поучениям и заветам. Если не будете следовать им, можете сбиться на ложное поучение, идущие от чародеев предсказателей будущего. Но они пусты, и вам не будут от них пользы. Не будет пользы. Друзья, надеющиеся на Господа, не постыдиться. Друзья, мы искуплены кровью Мессии. И все, что Он хочет, чтобы мы знали о том, что Он нас любит, Он нас не покинет, и все всякое время Он будет рядом. И если желание твоего сердца исполнить что-то на доброе, для семьи, например, да, работу найти, желание может переехать, чтобы была квартира, работа и так далее. Друзья, вот честно говорю вам, следуйте за этим, за Господом. Богу важно, насколько вы остаетесь верны Ему во всем, а не просто ехать или не ехать. Красное, синее. Будем катать. Ехать, не ехать. Идти на работу или не идти. И идти. Идти на работу, какая бы она ни была, малая или большая. Если ты будешь верен в малом, на большем Бог тебя поставит. Поэтому, когда мне говорят, Ребе, ну там мало платят. Я говорю, ты пойди, поработай. Может быть, они увидят в тебе того христианина, того верного человека, на которого можно положиться, доверить тебе больше, дадут тебе зарплату больше и ответственность будет больше. Бог поднимает верных. Я не говорю, что я идеальный. Я говорю о том, что есть будущее. И за этим будущим нужно двигаться каждый день и знать, что Бог на твоей стороне. Все это говорю для того, чтобы мы не унизить кого-нибудь из нас или у кого есть пороческий дар. Я не за это. Я за то, чтобы мы доверяли Богу. Доверяли, как искупленные люди. Доверяли ему каждый день, на каждую ситуацию. Верен Бог, который посылает нас, который делает работу, который нас меняет. Он будет с нами. Все, что хочу сказать. Что когда приходят трудности, нужно делать так, как поступал Даниил. Когда вот этот момент, когда услышите, царь Авгодороса говорит, все, друзья, все, классно. Не можете сказать, что мне снилось. Не можете столковать, что происходит. И он говорит, всех убейте. Но я думаю, это надо было бы сделать со всеми нашими пророками. Но нельзя. Живем в благодати. Правильно? И вот Даниил делает следующее. Первое. Никогда не бойтесь ваших безвыходных ситуациях. Когда вы сталкиваетесь с безвыходной ситуацией в вашей жизни, невозможной. Не бойтесь, не страшитесь, не паникуйте. Потому что Бог, как и Павлу, как и Даниилу, даст выход. Даниила 2 глава 14 стих. Начальник царских палачей, Ариорх, уже собрался убить мудрецов вавилонских. Когда к нему обратился Даниил, он говорил с Ариорхом вежливо и мудро. У нас же когда ситуация, она паника такая, что делать, что делать, кому говорить. И мы ищем выход, выход. А человек успокоился. Как вы думаете, сколько было Даниилу лет? А? Ему было 17 лет. Мудрость. Мудрость. 17 лет. В ситуации, которая безвыходная, наканун твоя жизнь, он говорит, можно поговорить с вами спокойно, без нервов, не поднимая голос, поговорить с палачом. Друзья, 17 лет мудрость. Второе. Всегда спрашивайте, почему. Не бойтесь спрашивать у людей, почему. Даниил сказал ему, так, почему царь повелел такое суровое наказание? Когда Ариорх объяснил ему всю историю о снах царя, Даниил понял. Конечно, понятно. Все понятно. Невыполнимое. Когда нас просят делать невозможное, спросите у людей, причина твоего желания. Это не только духовная ситуация, а на работе. Например, ваше начальство. Почему оно вам дает такие задачи, которые вам кажутся невозможные? Может, на него давят? А на тех еще давят? И делать то, что невозможно. Я понимаю, это с нашей бухгалтерией, с нашей налоговой и так далее и тому подобное. Невозможное. И ты думаешь, как это так? Вопрос, посмотрите, почему. Спросите, почему так? Узнайте. У Даниила был момент, он пошагово и шел к результатам. Притчи 23.23. Истина, мудрость, учение, понимание стоят денег. Слышите, нет? Истина, мудрость, учение, понимание стоят денег. И стоят слишком дорого, чтобы продавать их направо-налево. Раскидываться этими вещами. Третье. Возьмите время. Чаще всего, когда приходит давление, нам хочется быстро решить вопросы. И на самом деле просите время, чтобы или выделить это у своей жизни, выделить это время у своей занятности, своей суете, выделить это время, поговорить о том, что происходит в невозможных задачах. Время нужно для того, чтобы разобраться в эмоциях, которые нас захватывают при решении тех или иных проблем. Мы с вами, знаете, природно для нас усугублять ситуации. Мы делаем какие-то решения, и мы усугубляем его. Важно сделать правильное решение, чем быстрое решение. Вы слышите, нет? Важно сделать правильное решение, чем быстрое. Когда Даниил услышал эту историю, он пошел к царю Новоходоносору и упросил того, дать ему еще немного времени, чтобы рассказать царю о сне и растолковать его значение. Он говорит, подожди секунду, когда давление приходит, дай мне минуту, дай мне один день, два дня. Я пойму, я знаю, я решу этот вопрос, что бы то ни было. Вас по работе в строительстве, то ли это вопрос ваших бизнесов, работа в госучреждениях, попросите всегда время. Попросите немного. Бог будет на вашей стороне. Прощащего дают. И когда ты получаешь это время, там есть момент, что нужно с этим делать? Молиться. Да, вы скажете, конечно же молиться, а что же еще? Но не просто молиться, уже трудное время. Нам хочется молиться, когда тайны какие-то вещи мы пробиваем. Но здесь, в безвыходной ситуации, когда невозможное, перед тобою Даниил делает другую. Он собирает команду. Данная ситуация в твоей жизни, какой бы она ни была, я верю лично, что должна быть группа поддержки по любым интересам. В любых интересах. Должны быть люди, которые поддерживают вас. Не разбазаривают языком ситуации, а которые поддерживают вас. Даниил пошел домой, объяснил все дело своим друзьям Анании, Мессаилу и Азарии. Даниил велел своим товарищам молиться Богу Небесному, чтобы Бог был милостив к ним и помог им понять тайну. Тогда Даниил и его товарищи не будут убиты вместе с другими мудрецами Вавилона. Вы скажете, ах, конечно, если бы моя жизнь была бы в опасности, я бы тоже собрал бы команду. Друзья, я говорю принцип. Я говорю о принципе, который здесь существует. Молитва поддержки друг друга и иметь команду молитвы по любым интересам. Да, важна. Важна, чтобы люди поддерживали вас. Молиться нужно еще с ожиданием сверхъестественного. Мы чаще всего скинули ссылку, или помолитесь, друзья, помолитесь, но не просто скинуть. Знаете, вот у меня проблема, вот тебе помолитесь, раба помолитесь, там еще служить, вот вам кинули, молитесь. Конечно, мы помолимся. Мы для этого и существуем, как бы, как служители поставленные, чтобы молиться друг за друга. Но здесь принцип. Мы, когда и передаем нашу нужду, мы должны верить своим сердцем в сверхъестественное. То, когда невозможно изменить, можно изменить. Еремия 33,3. Мы любим эту песню петь. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь. Вау! Чего ты не знаешь? Павел пытался изменить какое-то будущее, да, вот не ехать Крита сейчас. Чуть попозже, будет легче приехать в этот самый, в Рим. Но вдруг все поплыли. Ситуация все равно прошла. Да, Бог знал, но он не знал. И когда произошло, он говорит, теперь мне пришел ангел в этой ночи. Что-то скрытое было. Он говорит, вы не умрете. Ангел мне сказал, та тайна, которая скрыта. Иакова 1,5. Если же у кого-нибудь из вас не достает мудрости, да просит у Бога. Дающий всем просто, без упреков. И даст ему. Но да просит с верой, немало не сомневается. Потому что сомневающийся, подобно морской волне. Ветр поднимающий и развивающийся. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Сомнения. Поклонение Богу. Еще один пункт. Очень важный. Когда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, Даниил благословил Бога Небесного. Поклонение это не только песни. Мы знаем, что поклонение во время песнопения Павла освобождал, Петра, они освобождались в тюмнице. И других. Мы знаем, что происходило. Дайте словословию высказать. То есть слова высказать. Научитесь говорить о Боге чувствованиями. Даниил сказал, да будет богословенно имя Бога во веки веков, у кого мудрость и сила. Он меняет времена года и лета. Он меняет царей. Он дает царям власть, отнимает ее. Он дает мудрость мудрым и разумение разумным. Вот это поклонение. Это все сказано как раз. Высказано. За то, что Он есть. Он меняет времена. Мы понимаем. Он знает скрытые тайны, которые трудно понять. Знает Он, что находится во мраке и то никак. Свет обитает в нем. Друзья, вот это то, что нам нужно. Воспользуйтесь тем, что у вас есть для спасения людей. Всегда в вашем окружении и в ваших проблемах, в вашем давлении будут люди, которые непосредственно с этим связаны. Покажите выход людям. Благовестие. Павел в своих ситуациях, в своих трудностях на пути в Рим. Он благовествовал везде. Вы послушайте. Во время своего путешествия он насаждал церкви. И Даниил во время своих ситуаций, он указывал человеку на том, что есть один Бог Всевышний. После этого Даниил пошел к Ариорху, который царь выбрал, чтобы убить мудреца Вавилона. Даниил сказал Ариорху, не убивай мудреца Вавилона, отведи меня к царю. Я скажу ему в сон его и что он означает. Направляйте всегда людей к Богу. Благовестие. Говорите в ваших ситуациях к Богу. Вся слава должна отдаваться Богу. Пусть все знают, что это сделал наш Бог. Невозможное становится возможным. Через жизнь Даниила и Павла мы это видим. Даниил отвечал царю. Царь Вахудоносор. Ни один мудрец, ни один провидец и ни один халдей не мог рассказать царю тайн, о которой он спрашивал. Но есть на небесах Бог, кто открывает тайны. Бог послал царю Вахудоносу сон, чтобы показать ему то, что случится позже. Вот такой был твой сон. И вот что видел ты лежа на своем ложе. Вы знаете, что происходит потом? Невозможное становится возможным. Невозможно было избежать смерти. Но и невозможно было даже рассказать сон, который был. Тем более, что это означало. Но когда все это произошло, после молитвы, времени, вопросов, спасения людей, Царь сказал, низко поклонился Даниилу, похвалил Даниила и велел принести ему дары и благовония. И сказал царь Даниилу, я твердо знаю, что твой Бог самый важный и могущественный Бог. Он владыка всех царей. Он говорит людям то, чего они не могут знать. Я знаю, что это правда. Так как ты смог рассказать мне эти тайны. Я хочу сегодня обратиться к вам. Получите от Бога видение о вашей жизни. Мечтайте в Боге, кем вы хотите быть. Мечтайте. Но не пытайтесь узнать, что делать завтра, если можно сделать сейчас. Помочь людям, близким, благовествовать. Не обращайтесь к гороскопам, либо предсказателям, либо к блуждающим пророкам о том, какое будущее будет у вас. Знаете, большинство из нас знаем наше будущее. И Павел говорит об этом. Ни смерть, ни ад не отлучат нас от Божьей любви. Ничто не может отлучить нас. А если мы его, то и намерения о нас, они на благо, не на зло. Он хочет показать нам будущее и надежду. И в этом пути, в котором мы идем, мы всегда будем испытаны искушением предсказания, что сделать завтра, что мне сулит завтра, какой выгодой я буду завтра жить. Друзья, в этом красота Божья. Что завтра утром я проснусь, и я знаю, что он рядом. И что бы ни происходило бы сегодня, я знаю, что я хожу с ним. Ошибаюсь ли я? Ошибаюсь. Спотыкаюсь ли я? Спотыкаюсь. Сомневаться в чем-то тоже, может быть, сомневаюсь. Но уверено мое сердце в том, кто спас меня, кто осветил меня и омыл меня. И Шуа сказал мне, и вам всем в Писании, ученикам, говорит, я иду приготовить вам место. Одно на всех. Одно на всех. Но пока я иду, у вас есть апостолы, пророки, Тора. Смотрите, исключайте ее. Вы хотите иметь жизнь вечную, а она, Тора, говорит об Иисусе, Ишуа. И если будешь следовать за Ним, сто процентов ты не заблудишься. Ты можешь упасть. Написано, что праведник в семь раз упадет. И что Бог его поднимает? Будущее. Какое оно? Хочу ли я знать будущее? В своем эгоизме человеческом хочу. Мне хочется, может быть, сказать, когда же я стану все-таки успешным? В семнадцатом году? На столетие революции? В восемнадцатом или двадцатом году? Я успешен сегодня. Потому что мои ноги стоят на твердом основании. Я уверен в Боге, который спас меня и осветил меня. Я уверен в сердце жены своей, в поддержке сыновей своих. Я уверен в вас. И если даже что-то произойдет, даже если, может быть, я вам не нравлюсь каким-то образом. Как один друг мой говорил, папа, и что с этого? Павел говорит, я сам о себе не сужу. Но вся моя жизнь, мое желание помочь всем нам, и мне само в первую очередь, хождение в Боге, оно удивительно, друзья. Я не умею ходить по воде. Я не умею ходить по воде. Но знаю, когда я был мертв, Он оживил меня. Когда у меня были проблемы с здоровьем, я не искал исцеления. Хотелось. Знаете, вот, хотелось, но не было такого. Если ты не исцелишь меня, я все, ставлю тебе ультиматум, служить тебе не буду. И Он мне скажет, ну, питом, и что с этого? Позволим Ему быть Богом. Нам Его творение. И если мы знаем наше будущее, куда мы идем? В путь, друзья.